Здравствуйте, с вами Лена Полякова и я здесь, чтобы ответить на ваши вопросы. Топ растений для озеленения больших городов. Какой ассортимент растений лучше высаживать? А то во дворах Москвы до сих пор сажают ель обыкновенную. Потом через пару лет останутся одни трупики. Начну с конца. Не стоит демонизировать ель обыкновенную. Совершенно не обязательно, что у вас трупики останутся. Для ели, как и для многих, но для большинства вечно зеленых растений нет места, скажем так, на улице города. Они просто не газоустойчивы. Хотя, например, сосна в Санкт-Петербурге на улицах растет не так и плохо. Она тоже не в списке рекомендованных, скажем так, культур. Но я вижу сосну, я вижу, что она растет. Я видела сосну в Сеуле. Сосна корейская, но смысл такой же. Вечно зеленая на улице города тоже растет. Ель тоже не газоустойчива. И вдоль улиц, я надеюсь, ее в Москве, конечно, не сажают. А вот во дворе, в общем-то, почему бы и нет? Посадить одно-два дерева, чтобы жильцы могли это украшать на Новый год, я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, почему остаются трупики? Дело в том, что ель обыкновенная, которая высаживается в московских дворах, это не питомническая продукция. Ее никто не выращивал специально, чтобы ее выкопать и привезти вам во двор. Ее выкопали из леса. При этом большая часть активной корневой системы, она так в лесу и осталась. И вот эта вот предсказуемая гибель, это не совсем связано с тем, что это ель. Это просто не питомническая продукция, а, как мы это называем, лесная копанина. И, конечно, если ель выкопать, например, метровую, из леса привезти, то, скорее всего, она приживется. Ну, я знаю прекрасно эту практику. Привозят трех-четырехметровые ели. Ком по дороге может быть разрушен, полива может не быть. Эти растения выкопаны из леса, они чисто технически могли бы быть пересажены, но, в общем, танцы с бубном надо какие-то обеспечить. Если этого не будет, да, будут трупики через пару лет, к сожалению. Ну, в общем, я бы не демонизировала ель вот прям так настолько. Что касается топа растений для озеленения больших городов, я уже в первом вопросе, когда говорила про тренды, я уже сказала, что в Европе принято решение сажать крупные деревья. Вот никаких компромиссов. Топ растений сложно сказать, потому что здесь должен быть баланс между потребностью, возможностью рынка, чтобы вы могли это все купить, посадить. Также знаниями проектировщиков, те, кто делает проекты для городского озеленения. То, что сейчас в городе появились красные клёны на улицах, это, знаете, еще хуже, чем ель обыкновенная. Потому что красные клёны, кстати, я имею в виду, так тоже это жаргон, это клёны астролистные, сорта с красными листьями. Это такие сорта, как Ройл Ред, Кримзен Кинг, Кримзен Сентри или вообще этот кошмарный Фезенс Блэк. Вот это все появилось у нас на Карповке, я уже говорила об этом. Ничего в этом нет хорошего. Потому что у этих клёнов, к сожалению, очень слабая устойчивость к мучнистой росе. То есть они будут красивые в июне, когда свежая такая молодая красная листва у них появляется. После этого у них приходит мучнистая роса. Осенней смены окраски в климате Москвы, Санкт-Петербурга не будет. В Европе они меняют осенью окраску, становятся совершенно потрясающие. Красные, не такие темные, а красные, прямо алые, светятся. В Москве, Санкт-Петербурге такого не будет. Листья просто почернеют, скукушатся и опадут. Смысла в этом я не вижу. Есть прекрасное растение, которое я бы рекомендовала. Клён астролистный тоже. Это группа сортов, специально выведенных для города. Например, Северный закат, Нодден Сансет. Это выведено, насколько я помню, в Канаде, где-то в Америке. И эти сорта, специально для города, устойчивые к мучнистой рассе. Зимостойкие выведены на Северной Америке. И очень красиво окрашиваются осенью. Я не знаю, кто знает об этих деревьях. Кто их продает, кроме Европланта. Кто их проектирует. Но я бы эту породу рекомендовала. Потому что она для этого специальна. Я очень люблю рябины. Для города, я считаю, это хороший вариант. Естественно, Санкт-Петербург и Москва – это липа прежде всего. И по липе очень хорошая статистика. И исследований очень много. В частности, среднесрочные исследования говорят о том, что липа европейская лучше, чем липа мелколистная. Тоже кто читает эти исследования? Проводятся ли долгосрочные? Неизвестно. Каштан. Я против демонизации каштана. Я знаю прекрасно, как он поражается. Он точно так же в Европе поражается. Это каштановый молью, так называемый. Но это же очень красивое дерево. Мы можем что-то для него сделать. Это действительно украшение наших городов. В частности, в Польше в одном из ТСЖ администрация проводит великолепные процедуры ухода, которые позволяют избежать заражения каштановой молью. Это ловчие пояса и феромонные ловушки. Я сама это все видела. Группа гостей ко мне приезжала на обзорную экскурсию. Мы все это вместе смотрели. Это были самые лучшие каштаны в этот момент в Варшаве. Все остальные уже стояли. Там была дефляция, вторичное цветение. Это очень плохо для дерева. Несколько лет вот такого повторного цветения на фоне дефляции могут привести к гибели дерева. Но на самом деле уже все придумано. Ловчие пояса в комплекте с феромонными ловушками. Это работает и, конечно, не хотелось бы терять каштаны в наших городах. Еще я считаю перспективной культурой ольху. В частности, очень модные сорта в Европе модные. Это луценята и империалис с изящной, очень кроной, разрезной лист. Великолепные. Никто, опять же, не знает, никто не использует. Мы привозим, но, понятно, это все капля в море. Главное, чтобы эти породы знали люди, которые занимаются проектированием. Пока они у вас знают только Crimson King, в общем-то, ничего не изменится от моих тут разговоров. Вот, пожалуй, примерно так. Ну и два вопроса. Я так понимаю, меня люди, по сути, попросили остановиться более подробно на лугах, сеянных альтернативам газонов и так далее. Дело в том, что сеянный лук, цветущий лук так называемый, это не совсем альтернатива газону. Его нельзя использовать так, как используется газон. Там нельзя сидеть. Поэтому, когда город принимает решение об ограничении кошения, имеется в виду, прежде всего, эксплуатация этих площадей, где у нас, прежде всего, ограничивают кошения. Разумеется, это обочины дорог. Раньше считалось, что обочины дорог должны быть выкошены, просто выбрито все, никакой растительности, тем более кустов, не дай бог, там не должно быть газоны, только газоны. Потому что в этих кустах или траве высокой будут гнездиться птицы, будут прятаться крупные животные или некрупные, выбегать на дорогу и приводить к авариям. И все это сказывается на безопасности дорожного движения. Так вот, в Европе уже были проведены исследования, которые показали, что нет, никак это не влияет. Никто там не прячется, можно не бояться. Кто хочет спрятаться, тот спрячется. Вообще, там вот откосы, они же заканчиваются еще и канавами довольно часто, которые часть ливневой системы у нас. В принципе, можно же и в канаве спрятаться, если кому-то надо. Так вот, это не влияет на безопасность движения. Мы можем смело перестать косить обочины дорог. Это не альтернатива газону. Мы не будем использовать эти обочины как газон. Просто мы будем экономить деньги. Можно сразу же вместо укладки рулонного газона сразу же посеять то, что называется у нас цветущим луком. Цветущий лук – это не дизайнерский цветник. Это не то, что у вас будет напоминать, скажем, цветущую лужайку полгода в году. Нет, это копия лугов, которые у нас фермеры производят для того, чтобы собирать сено на корм животным. Сельскохозяйственным. Такие луга кустятся два раза в году. И, собственно говоря, вот это двухразовое кошение – это и есть основной агротехнический прием для таких вот сеяных лугов. Существуют специальные смеси луговых семян, которые высаживаются в подготовленную почву. Там самая сложная агротехника, вот кроме кошения, что просто, это, конечно, подготовка почвы. Она должна быть довольно бедной, не должна содержать сорняков. И если почва правильно подготовлена, туда вносятся в очень маленькой дозировке, 2 грамма на метр квадратный, семена луговых цветов, иногда в смеси с травами. Трава только для того, чтобы удешевить эту смесь. И вот, соответственно, мы имеем такой цветущий луг примерно до середины июля. Фермеры первое кошение производят до примерно 5-10 июля. Если они с этим задержатся, то они будут даже с дотацией сняты. В городе примерно до 15 июля вот этот период декоративности можно растянуть за счет, скажем так, неродных, в частности для Польши, культур, которые цветут позже. Такие как дикая морковь или лаватера, вот они цветут дольше всех. И это, в общем-то, довольно прилично выглядит. Может быть, даже не до середины, может быть, даже до 20 июля, если позволяет погода. Как в прошлом году у нас 6 недель засухи было, конечно, уже к середине июля это все превратилось в такое сено. Дальше это все должно быть скошено. И с первыми дождями это снова заколосится, будет зеленым, но ближе уже к осени. И мы получим вторую волну цветения вот такого луга. Пожалуй, это самое основное сейчас. Единственное, что это не альтернатива газону. Это не может использоваться как газон. Кроме обочин, дорожных откосов, естественно, часть площади городских парков отходит под вот эту программу ограничения кошения, либо сразу же там создаются луга. То есть в парке в городском выделяется парадная часть, где будет, естественно, изумрудный газон, где будут парадные цветники. Выделяются какие-то лужайки, где люди могут отдыхать, использовать лужайку, сидеть на ней, заниматься йогой, устраивать какие-то пикники. А вот остальную территорию уже можно и не косить. То есть это правда снижение нагрузки и на экологию, и на бюджет. Пожалуй, вот так. Тут вот еще такая ремарка. Для нас в России луга не редкость. Мы к ним привыкли. Все куски земли с естественной растительностью называемой пустырями. Но еще раз хочу остановиться на том, что все-таки пустырь и вот этот цветущий луг – это разные типы растительности. На пустыре у нас что? Полынь, лебеда. Если земля там плодородная, то крапива, сныть и так далее. То есть это то, что мы с помощью агротехники стараемся сразу же удалить из вот этого будущего цветущего луга. Снижение плодородия почвы и так далее, разные апротехнические приемы должны не позволить вырасти вот этой вот рудеральной растительности на цветущем лугу. Все-таки набор культур на цветущем лугу должен быть другой. Луг должен быть цветущим. Вообще формула главная такая хорошего цветущего луга – зорограсс. То есть там, в принципе, не должно быть травы. Должны быть только семена цветов. Поэтому, кстати говоря, вот эти луговые смеси, они, в общем-то, очень дорогие. Если в них присутствуют травы, злаки – это только для того, чтобы удешевить эту смесь. Почему она там не должна быть со старта? Ну, потому что приход вот этой вот растительности злаковой – это такая естественная смена биоциноза. Рано или поздно травы, злаки придут сами на луг. То есть их можно изначально не вносить в эти смеси. Но, конечно, до 60% иногда смеси семян содержат разные злаки. Поэтому заводите на участки альтернативные виды газонов. Мало кто захочет. Да понятно. Если у вас небольшой участок, у вас газон носит функцию газона. Вы на нем сидите. Либо это сделана зеленая лужайка для того, чтобы быть как бы фоном для ваших цветников. То есть луг – это не совсем альтернатива газону. Это просто способ закрыть какую-то часть площади сада. Вы можете снизить ваши издержки, посоздав вот такой луг. Точно так же вы можете снизить ваши издержки, замастив часть вашего сада. Вы можете посадить кустарники. Группа кустарников вообще – это самый дешевый способ содержания земли в саду в приличном виде. То есть это и не мощение, то есть это все-таки зеленая растительность живая, да, и не газон. Уход кустарники требует минимальный. Иногда достаточно буквально однократной стрижки. Иногда даже и стрижка не нужна. Но в общем для большинства достаточно однократной стрижки. Главное в этих кустарниковых группах это чтобы это были массивы из одного вида кустарников. То есть чем больше этот массив будет по площади, тем меньше там будет видов, тем уход будет проще. Представим себе мою любимую спирею японскую какую-нибудь, Little Princess. Вы можете сделать из нее что угодно. Облачные структуры по типу японских или просто французские стриженные квадраты или изгородьи. Это же великолепная культура. Это не альтернатива к газону. Это просто один из вариантов экономии средств. Я буду рада ответить еще на какие-то ваши вопросы. Пожалуйста, пишите. Оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин